КГБ Беларуси бьет рекорд, по-моему, КГБ СССР. Итак, что они придумали и что они вообще учудячили? Значит, они начали вызывать... Он ко мне и кот пришел помочь мне вести репортаж. Да, вот кот сюда. Вот у меня прям тут кот. Да, не важно. Так вот. Они начали вызывать в КГБ студентов, которые учатся за границей, и давать им некие задания, или требовать у них некую информацию. Это вообще что такое? Такое последний раз издевательство над студентами было при СССР. Это же вообще с ума сойти можно. Я такого еще не слышал. Чтобы вызывать студентов в КГБ, потому что, вы понимаете, они априори считают любого человека, который хочет получить нормальное образование, либо нормальную работу в Западе. Да вообще просто поехать на Запад и увидеть, что люди живут в свободной стране, в отличие от этого совкового идиотизма, который творится в Беларуси. Вот любой этот человек является потенциальным врагом для агрофюрера. Естественно, что они вызывают его в КГБ и пытаются с ним провести какую-то беседу. Ну это выглядит все настолько жалко, настолько глупо. Вы понимаете, если бы когда-то делал СССР, это можно было понять, это была гигантская империя, это было полмира на полмира, а сейчас маленькая крошечная хунта, которая там владеет совсем небольшой территорией, которая сражается, что есть силы, за свою жизнь, собственно говоря, за жизнь своего упыря лидера, выглядит абсолютно глупо, жалко и неуместно, пытаясь навязать свое совершенно какое-то мнение из 19 века современным студентам. Самое интересное, что с этими детьми они разговаривают без присутствия их родителей. То есть творится абсолютный беспредел, такая, понимаете, я даже не знаю, с одной стороны это, конечно, нарушение прав человека, с другой стороны, она настолько все жалко, настолько все глупо и настолько все недолуга, что к этому уже начинаешь относиться даже не как к нарушению прав человека, а к какому-то, знаете, жалкому просто проявлению какой-то нечеловеческой глупости.